Стив, здоровый тупо, микрофона Стив. Не ожидали, да? И добро пожаловать на самый нестандартный ролик на моём канале. Ведь сегодня мы будем просто играть на самом технологичном сервере в Майнкрафте. Вы можете меня спросить, а почему он самый технологичный? Ну как минимум, посмотрите вверх налево. Там показывается моё время! Где вы ещё такое видели? Ну а если серьёзно, то тут очень много всяких приколюх. Например, что вот это такое вообще? Я не понимаю, но оно прикольно двигается. Но у этого сервера, конечно, есть и минус. Почему-то он не может вытянуть мой супер-крутой скин. Так что сегодня я Стив. Всем добро. Но зато на сервере есть свой фикс-плей. И у него даже есть ко мне диалог какой-то. Я вот этого не ожидал. Поэтому давайте посмотрим, что он мне скажет. И почему у меня на голове штаны? Ну ладно, на самом деле это довольно оправданно. Что ж, дорогой мужик? Ммм, я никак не могу найти свои штаны. Удачи в поисках и... Так они у тебя на голове. Ну что ж, пожалуй, я сам себе подскажу. Так они у тебя на голове. Что? Серьёзно? О, спасибо, друг. На самом деле, знаете, очень приятно озвучивать самого себя. У меня, мне кажется, неплохо получается. Всегда пожалуйста. И всё, чувак. Такой лёгкий квест. Просто найти штаны, которые находятся прямо у меня на голове. Ладно, окей. Тут ещё есть другие ютуберы. Например, вот это вроде Заквель. Позитифон. Здорово. И даже Тумка. Почему он с книгой? Ну ладно. Но ещё суть сервера в том, что здесь есть кошелёк. И пока что он у меня пустой. Да, моя задача будет здесь зарабатывать. О, здорово, мужик. Дениска 2014 Майн. Посмотрите, у него деньги в руках. Во, да, спасибо, что показал. У меня пока таких нет. У меня кошелёк пустой. Слушай, а не поделишься? Эээ... Ну ладно, видимо, он просто рад, что попал в ролик. Удачи тебе, Дениска 2014 Майн. А я пока пойду и попробую заработать деньги на всяких разных заданиях. И, пожалуй, начнём мы, наверное, с самого обычного из того, что тут есть. Ну, того, что можно встретить и на других серверах. Паркур гонка. Давайте посмотрим. Топ-10 по времени паркур гонки. То есть её нужно пройти на скорость. А, какой-то чувак прошёл её за 25 секунд. И на 10-м месте фиксай 9885 за 53 секунды. Я считаю, мне нужно побить этот рекорд. Я, я справлюсь. Всё, смотрите. Погнали! Кажется, у меня получается. Только я пока не понимаю, как пройти это за 20 секунд. Боже, какой он длинный. Я думал, конец уже будет давно. Как чел прошёл его за 20 секунд? А-а-а! Чё это валяется? Битое стекло. Тут в городе мусор. И недоеденное мясо. А вот это, вот это приятно, как говорится. Схаваем. Как вы понимаете, с первого раза паркур пойти у меня не получилось. Поэтому сейчас я немножко подрежу. И мы вернёмся к тому моменту, когда у меня получится его пройти. Зарядная станция для электромобилей. Ничего себе тут есть. Ладно, идём паркурить. Короче, ребята, в итоге у меня прохождение паркура заняло больше двух минут. Он очень длинный. Я не понимаю, как его можно пройти за 20 секунд. Видимо, я пока ещё чего-то не знаю. Возможно, мне стоит установить какие-то протезы. Ну, в общем, посмотрим. Также я заметил в инвентаре пустой стаканчик. Видимо, от кофе. А ещё у меня есть компас с мини-играми. Эй, погодите, ты чёрт. Электросамокат? Ну-ка. Ля, прикольно. Всё, я буду чилить и просто ехать. А может быть, мне на нём надо проходить паркур? О, Дениска, здорово. Давно не виделись. И, по-моему, тут даже нарисована его зарядка. Жесть. Окей, ладно. Да, смотрите, он разряжается. Ну, ничего, я очень сильно и могу таскать его в руке. Что ж, я нашёл место, где здесь можно поработать. Так, попал в какую-то мини-игру. Играть. Ага, три, два, один. Что это? Музыка началась, слышите? Что мне надо делать? Почему у меня какая-то пушка есть? А, вон, смотрите. Стреляй блоками в змейку. Три более одинаковых блоков исчезают и дают очки. Убери всю змейку. Я понял, это змейка. Ой-ой-ой, а тут сложно попасть. То есть, мне нужно это просто уничтожить одинаковыми блоками. То есть, алмазный вот сюда. Отлично. Золотой вот сюда. Хорошо, попадаю. Так, и надо изумрудным попасть, чтобы она сломалась. Отлично. Слушайте, а у меня уже неплохо получается. Главное только сейчас не налажать. Золотой. Алмаз. У меня уже 1500 очков. Работаем. А, я накосячил. И... Фу, я уничтожил змейку. Вы прошли первый уровень? Стоп, только первый шло? Так, ладно, я уже вижу там золотой. Опа. На самом деле, ребята, это не так уж и просто. Пока этот блок долетит, змейка там уже совсем на другой части будет. Фу, готово. Второй уровень пройден. Ладно, всё. Мне кажется, пора отсюда валить. Слушно, у меня скид появился. Спасибо огромное. А что будет, если я просто буду рандомно стрелять? Когда-то же что-то лопнет. Капец, у меня змея здоровая уже. Но это работает, я получаю очки. Капец, она большая. Вы посмотрите, она почти на весь мой экран. А, она всё ближе и ближе. Она уже очень большая. Нет, она нашла. Но я заработал 14100 очков. По-моему, неплохо. И мне дали два А-токена. Смотрите, я заработал свои первые деньги. Потом надо будет обязательно зайти в магазин и понять, на что я их могу потратить. Ну вот пока что я вижу только кофейню. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой. Куда гонишь? Тут люди ходят. Какие-то машины тут ездят. Это стрёмно. Так, кофейня. Что у нас тут есть? Влад Бористо и помощник Бористо. Ну, тут чисто кофе заварить, я понял. Да, смотрите. Капучино, эспрессо и латте. Ну, давайте я возьму себе капучино. А, надо достать деньги из кошелька. Ага, вот. Так, всё, мне капучино одно. Спасибо, спасибо. А вот ваш пустой стаканчик, заберите, он мне не нужен. Теперь, когда у меня есть кофеёк, можно пойти и устроиться на какую-то работу. Опять пустой стаканчик. Не, я это выкину. Сейчас моя задача заработать как можно больше денег. Чтоб что? ЛКМ, чтобы трясти дерево. Ничего, яблоко упадёт, ну-ка. Не так просто стрясти кокос с дерева, попробую ещё. А, смотрите, я получал какие-то кокосы. У меня 12 кокосов. Съесть я их не могу, потому что их, очевидно, надо сначала как-то разбить. Но, видимо, для чего-то они мне пригодятся, поэтому наберу побольше. Так, ладно, погнали на следующую работу. Подождите, я нашёл тут кнопку ускорения. А я с ней могу проходить паркур? Если да, то я понимаю, как за 25 секунд его прошли. И да, могу. Реально, я стал в разы быстрее, только это и сложнее стало. Понимаете, о чём я? А-а-а, боже мой, нет, надо брать другую скорость. Кажется, на 2Х у меня получается. Так, может, я сейчас и рекорд смогу поставить? В общем, рекорд поставить не получилось. Этот паркур просто адски сложный. Если вы вдруг зайдёте на этот сервер, то обязательно попробуйте. Моих навыков паркура здесь не хватает. Идём дальше. Остров городской перезагрузки. Давайте пойдём сюда. Ага, городской житель. Ой-ой, боже, мужик. У тебя что-то с усами? Ты, походу, не так немножко побрился? Или что? У тебя слева они есть, справа нету. А, ну у тебя и глаза в разные стороны смотрят. В общем, понятно. А что тут все такие странные? Что с ними? Боже, у этого вообще волосы на всё лицо? Что или что? Я не понимаю. Местный рыбак. Что с вами не так, ребята? Воу, пацаны, вы тут фермерством занимаетесь. Смотрите, у него тут лейка есть какая крутая. Прикольные штуки всякие. Ладно, не мешаю вам. А это что за место? Мыслитель. Этот чувак выглядит так, как будто он, ну, реально вечно думает. Странный парень. Погодите, кажется, я нашёл какой-то секретный домик на дереве. Боже мой, что это, кибердед? Что ты тут делаешь? Привет, отличный сегодня день. Привет, да, хороший. Или привет, а почему? Ну, давай привет, а почему? Ясный. Солнечные батареи вовсю собирают энергию. Мне даже генератор включать не нужно. Ну, понятно, у электродеда свои, знаете, электропроблемы. Круто. Э-экоэнергия? Давайте это спросим. Да, давно пора об экологии подумать. Век технологий живём. Ну, и правда. Только представь, ты можешь достать телефон и узнать абсолютно всё, что захочешь. Тебе доступны все знания человечества. Прямо здесь и сейчас. Не нужно даже идти в библиотеку. Всё под рукой. Ну, ну да, удобно. Это типичный девят, сдаваем тебе. В тренде ответственность. Люди выбирают более качественные продукты. Дают старым вещам новую жизнь. Перерабатывают упаковки. Ищут альтернативные источники энергии. Это же здорово. Это тренд. Нет, ты прав. А раньше ведь как было. Чем мощнее была твоя машина, тем ты круче. И неважно, сколько вредных газов она выделяет. Ого, трэш. Я вот так отвечу. Пока что забавно. Главное было похвастаться. Много вещами хвастали. Покупали и покупали. А потом выкидывали. Но мы тоже хвастаемся? Или мы так не выкидываем? Ну, не знаю. Если я купил какой-то телефон, похвастался им, то потом я вряд ли его выкидываю. Поэтому мы так не выкидываем. Сейчас все научились перерабатывать. Мало того, что мусора меньше, так еще и старые вещи обретают новую жизнь. Так, подожди, дед. Я свой телефон не перерабатываю. Ты как себе это представляешь? Я им попользовался месяцем такой. Ну не, пора бы его переработать в слиток железа. Вот он мне будет нужнее. Ты нас перехваливаешь. Вы действительно классное поколение. Я верю, что за вами будущее. Кстати, про будущее. Если есть идея, каким должен быть автомобиль будущего, бегом в креативную фабрику. Там как раз конкурс строительный идет. Подожди, чего? Уже бегу. Строительный конкурс. Это вот это? Построить автомобиль? Оно у меня просто было в инвентаре. Креативная фабрика. Построй автомобиль будущего и выиграй NFT на реальный электрокар. Погодите, погодите. Ну-ка, завтра я с ним. Так, где я появился? У меня появился скин, спасибо. Выиграй настоящий электромобиль Атом. Построй свой электромобиль будущего и участвуй в мега-конкурсе. До 24 января 2023 года объявим победителя. Только это я еще успеть могу. Для участия загрузи скриншоты своего электромобиля в пабликат МВК. Ага, и тут ссылка. Так, ребят, ну мы сейчас посмотрим. Если вдруг кто-то из вас захочет попытаться выиграть электромобиль, то заходите. Я, наверное, все в описании оставлю. Окей, теперь мы понять, где мне строить свою машину. Может, на робота нажать? А, да, и правда. Смотрите, тут уже есть какие-то участники. Например, вот первое место. Магаз Хаводе. Ну-ка, посмотрим. Вы серьезно? Подождите, вы это видите? Вы видите эту машину? Это первое место? Боже, чуваки, если вы зайдете, у вас будут все шансы его обогнать. Я уверен в этом. Долой грязные машины, даешь электрокаркарыч. Ё-моё, боже мой. Ладно, а что у него внутри машины? Тут можно зайти. Сиденья, сиденья, руль. Стильная панель. Ага, ну понятно. Так, а это что? Не понял, не понял, что тут написано на табличке. Такое я не одобряю. И посмотрите, тут он написал. Как я на первом месте? Поищите лучше качественные участки и поставьте им лайк. Есть много крутых строителей, но чтобы это и на первом месте? Ужас. Но все равно это как минимум смешно. Хотелось бы по Рохлу остаться на первом месте. Кек. Так, нет, чувак. Но там, я уверен, есть люди, которые гораздо больше старались. Давайте на следующий участок. И, боже мой, вы только сравните это и прошлую работу. Создатель Конор Гангстер. Настоящая просьба заглянуть под машину. Так как машина сделана не только снаружи, но и внутри. Двигатель делал по уже готовым разработкам. Корпус был нарисован в 3D-компасе и воспроизведет прогресс 90%. То есть можно выкладывать свои работы, даже когда ты их еще не закончил. Капец, смотрите, как тут прикольно. Правда, я не понимаю, зачем вот эта штука. Мне кажется, это было бы неудобно. Боже, он тут даже все расписал. Какие-то модели, всякую штуку. Ну-ка, я залечу в машину. Тут вон даже можно двигатель найти и все вот это. Почему этот, чувак, не на первом месте? У него тут даже есть что это? Электрозарядка какая-то? Я не понимаю. И машина внутри. Вы посмотрите, как классно выглядит. Я бы там сидел. Тут даже вот стекло приспущено. Можно залететь. Так, руль, все сделано. Ну, блин, вот это, вот это реально крутая работа. Боюсь, такое я не построю. Я не настолько строитель. Хотя, конечно, времени еще много. Но, ну да ладно, давайте я попробую свое построить. А, вот кнопка на свой участок. Отлично. И теперь, по идее, я могу построить машину. Так, ну, моя машина будет состоять из нескольких деталей. Сейчас я их соберу и вернусь. У меня будет, в общем-то, такой черно-белый спорткар. Начнем с колес. Главное не забывать, что это по итогу должен быть электромобиль. То есть, который... Кто мне кнопки здесь поставил? Я не понял. Что? Что? Что это такое? Зачем мне тут кнопки? Я ее даже сломать не могу. Ладно. Так, ну, в целом, колеса моего автомобиля уже готовы. Думаю, выглядит неплохо. Фух, ну, я думаю, никто не будет возражать, если моя машина будет выглядеть настолько круто. Вы просто посмотрите на это. Это же монстр. Ну, как мне кажется, у меня получилось, как минимум, не совсем говно. Так что, да, ребята, если вы захотите поучаствовать в конкурсе, то обязательно заходите по ссылке в описании. И попробуйте построить свой дизайн для электроавтомобиля Атом. Возможно, у вас получится выиграть, и вы получите реально машину. Вы это вообще себе представляете? Было бы у меня чуть больше времени, я бы построил обязательно что-то более крутое. Ну, во всяком случае, постарался бы. А на этом данный ролик будет подходить к концу. Повторюсь, все ссылки я оставлю в описании, так что заходите, оценивайте мою работу, вдруг я вообще выиграю. Ну, пожалуйста. А у микрофона был фикс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok